Очень вкусный, нежный и ароматный пирог, который без сомнения придется по вкусу всем членам семьи, от самых маленьких до взрослых. Оторваться просто невозможно, хочется есть кусочек за кусочком. В чем огромный плюс ягодных пирогов, так это в том, что их можно смело готовить из свежих или замороженных ягод. Результат будет одинаково хорош. Замороженные ягоды не нужно заранее размораживать, в пошаговом рецепте расскажу подробно, как приготовить черничный пирог в духовке. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца взбейте с сахаром до пышной белой пены. Продолжая взбивать, влейте оливковое масло, молоко и добавьте размягченное сливочное масло. Муку усмешайте с разрыхлителем, просейте и добавьте щепотку соли, введите сухую смесь в мокрую и приготовьте тесто. Консистенция теста, густая сметана, добавьте цедру лимона и перемешайте. Жду ваших лайков и комментариев. Два-три ягод обваляйте в крахмале и аккуратно вмешайте в тесто. Форму для выпечки. 22 сантиметра. Застелите пергаментом и выложите тесто. Поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем достаньте из духовки и выложите сверху оставшиеся ягоды. Можете немного придавить ложкой. Снова ставим в духовку и выпекаем пирог до готовности 25-30 минут. Наш красавец готов. Дайте ему немного остыть, переложите на блюдо и украсьте сахарной пудрой. Приятного чаепития! Жду ваших лайков и комментариев. Нам понадобится Мюка 200 грамм Сахар 120 грамм Яйцо куриное 2 штуки Масло сливочное 90 грамм Комнатной температуры Масло оливковое 70 мл Или другое растительное Молоко 70 мл Цедра лимона 1 чайная ложка Разрыхлитель 1 чайная ложка Черника 1 стакан Крахмал 1 чайная ложка Соль 1 щепотка Количество порций 8-10 Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем приятного аппетита! Жду вас снова! Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!